Добрый день! Жилетки Экстра Швейцария. Вся подробная информация о том, сколько стоит этот лот и какое количество жилеток в нем, вы найдете, нажав на название. Итак, значит, первая жилетка это Лакоста. Да, у нее нет здесь крокодила, но крокодил имеется здесь, и это не подделка. Действительно, вот, посмотрите, сороковой размер Лакоста. Тут мне вообще жилетки понравились. Есть и пуховые жилетки, сорок второй размер, тоненькая. Сейчас, тем более, сезон на эти жилетки. Так, это маленькая эска. Вот, смотрите, интересная жилетка. Здесь вот кнопочка есть, она с обогревом, то есть у нее внутренности устроены таким образом. Это корейская или китайская здесь иероглифы, видите, спина. То есть у нее внутри обогрев, это новые технологии. Но она сейчас не греет, я так понимаю, что, видимо, из-за батарейки, может быть, еще из-за чего-то. А вообще кнопка здесь. Но даже несмотря на то, что кнопка не функционирует, она все равно модная, актуальная, мужская, классная. Размер М или Л. Гэри Вебер, классная жилеточка С. Пьяцца Италия, XL, капюшоном. Дживас, жилетка стильная очень. Такая, знаете, деловая. Размер М. Так, дальше. Так, жилетка такая со спортивным. Видите, у нее синтепон только здесь. А здесь получается термо. Размер С. Замки в рабочем состоянии. Вообще, здесь немного жилеток, которые, знаете, есть с какими-то дефектами. В основном, они все без видимых следов износа. Это Эсприт. Размер С. Капюшон не отстегивается. H&M с красивым флисовым подкладом. Ой, флисовым. Фланелевым. Тоже размер С. Орсей, имитирующая замшу. Вот эта вот жилетка, она двухсторонняя. То есть, она может быть оранжевой и может быть зеленой. На зеленой стороне лейбочка. С. Так, европейский получается. 14-й итальянский. Это Бон Прикс. Жилетка. Она такая потеплее, чем все остальные. У нее достаточно слой синтепона. Ну, такой. Плотный. Здесь Онли. Размер С. Капюшон не отстегивается. XL, тоже плотная. Но у нее, смотрите, какой интересный воротник. XL. Но такое ощущение, что она пуховая. Хотя, нет, она не пуховая, конечно. Просто плотный слой синтепона. XS. На Уисин толстом. H&M. Женская. Размер 38. М. Стеганая. Тоненькая. С одним слоем синтепона. Здесь капюшон отстегивается. Это тоже H&M. Размер 36. H&M Sport. Бонита. Бонита. Размер S. Зона Брера. Коротенькая. Размер S. Есть вельвет. Такая она винтажная. Кстати, это Хэйп. Молодежный бренд. Размер M. То есть, вельвет. И искусственный мех. На спинке просто вельвет. Такая она, как винтажная смотрится. Блачини. Размер 2XL. Она вообще без подклада. То есть, это чисто такая ткань. Жилеточная. Здесь есть пятно. Но я вижу, что оно легко ототрется. Просто от влажной салфетки даже отойдет. Это мужская. Видно, что это рабочая жилетка. Она потому что хлопковая. На синтепоне. Такое ощущение, что это часть спецодежды. Судя по карманам. Ну, такие любят вот дальнобойщики. XL. Тоненькая, тоненькая, красивая жилетка. С красивой стежкой. Тоже XL. Да, плотненькая. Они тут разные. Есть плотные, есть потоньше. Made in Italy написано. Размер M. Тоже мужская. Размер S. Один слой синтепона. Бенетон. Смотрите. То есть, это защита от холода. От ветра. Так, по размеру непонятно. По размеру... Но, судя по ощущениям, это S. Трикотажная. От Only. Размер L. То есть, это трикотаж на флисе. И со стежкой с резиновой. Так, это S-прит. Размер M. Max Company. Размер S. Мужская, тоненькая. Размер L. Либо XL. Вот странно. Это пуховик. Видите, тут торчит пух. Написано S. Жилетка. В голове никак не укладывается, потому что визуально она похожа на Эльку. Она пуховая. И у нее вот здесь вот есть пятно. Вот здесь вот. Которое, в принципе, может помешать продать ее дорого. Но ее купят, потому что она теплая. Садоводы, огородники, они такие вещи любят. Так же, как молодежь. Одни носят для тепла и удобства, другие для стиля. Это рабочая жилетка мужская XL. Вот тоже, смотрите. Marlboro Classic. Просто шикарная. Большой размер. Я так думаю. Она мужская. Но ее, конечно, любили. Ой. Ее сильно любили. Видите, здесь из натуральной тоже кожи Marlboro Classic. И любили до такой степени, что здесь вот цвет у нее немножко светлее, чем здесь. Я так полагаю, что, видимо, пытались вывести пятна. То есть, другими словами, продать ее дорого не получится. Но как рабочая одежда или для садоводов-огородников это будет супер просто. Вообще жилетки это и недорогие. Себестоимость, смотрите, нажав на название. Вот тоже красивая жилеточка 42 размера. Она трикотажная. Ну, немножко такая шельстяная. Тоненькие, толстенькие. Эско. Разные. Эско. Геокс. Ну, и здесь написано Геокс. Это мужская. Она очень... Она плотная. Реально такая. Плотная. Это белая красота. М-ка. Милая жилетка. Капюшон не отстегивается. Мужская. 2ХЛ. Она плотная. Похоже, что это... Похоже, пуховик. Да. На рабочую. Это на синтепоне. На поясе. Так. По размеру, я думаю, что это элька. Тоже синтепон. Полиэмид. Это... Так. По размеру сейчас посмотрим. Это Блачини. Размер 42. Да, элька. Вот первая тоже такого же размера. Это жилетка со спортивным характером. Вероятно, даже... Видите? Она прям такая спортивная-спортивная для бега. У нее внутри подклад, который вот имеет скорее всего, это XS а скорее всего, это водоотталкивающая и ветронепродуваемая штука. Ну, для спорта это как раз то, что надо. Так. М-ка мужская. Иксэй. Женская. И 2XL мужская. Итак, подробную информацию о стоимости лота, о количестве единиц смотрите, нажав на название. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok